Магия договора И все они малопонятны, а тем более малоэффективны Без дружбы и согласия с растением не может быть никакой пользы Поверь моему богатому дедовскому опыту Но хоть какая-то польза от этих рецептиков будет Только в стройматериале Когда на стройплощадку завезут материал, это еще не дом Нужна сила, которая построит дом Мастера-строители Химические вещества это стройматериалы А сила жизненная это мастера-строители Таблетки, рецепты, о которых мы говорим Это только стройматериал Он помогает, но мало Понимаешь? Мало Нужна сила? Да Нужна поддержка живой силы Души растения Тогда все будет как надо Раньше сынок знахари знали, как лечить А сейчас понахватались вершков знаний И вообразили себя целителями Все пишут, все снимают видеоролики Все все знают, а и того не знают Что прежде чем войти в дверь Нужно что сделать? Конечно же постучаться Вытереть грязь с ног Да спросить разрешение войти Значит эти книжные и видеорецепты бесполезны? Нет, они полезны Очень полезны Да вот только тогда, когда трава тебе не враг Но для многих сейчас трава не является другом Почему вы так думаете? Да ты посмотри на истоптанные газоны в городах На изломанные деревья На запущенные сады На изрезанную кору деревьев На ломающих ветки детей На новогодней елке, валяющейся после свят И если сумеешь почуять ситуацию То услышишь стон царства растений А множественные пожары лесов Которые сейчас происходят на всей планете Значит растения сейчас обижаются на всех нас? Нет, они умнее нас И справедливее Они обижаются на тех, кто их обижает Но на этом фоне войны с природой Даже тот, кто не помогая Лишь удерживается от насилия Для них уже друг, приятель Одно лишь бездействие их радует Ну конечно Ибо в данном случае это не бездействие А действие, как удержание себя От дурных, противоэкологических действий Правда, звероболь? Вы спрашиваете его И он вам отвечает? Отвечает Каким образом? Если он согласен со мной То я ощущаю внутренний подъем А если после высказывания Что-то меня смутит Что-то стиснет внутри Значит он со мной не согласен И для меня так же может быть Попробуешь, узнаешь Но слушай дальше Тем более, что говорю сейчас не я, а он Мы в его царстве и говорим о нем Вот он и использует мой язык Для того, чтобы отвечать на твои вопросы А как вы знаете, что ему интересно Отвечать на мои вопросы? Мне легко и приятно Рассказывать тебе о его царстве Это всегда критерий согласия? Всегда Если что-либо легко идет Значит на то есть согласие от сущности Как конкретно использовать царство растений в целительстве? Я тебе уже сказал Познакомиться Не обижать их И они сами подскажут тебе рецепты использования И можно все узнать путем беседы с ними? Это действительно правда? Я, сынок, тебе не манипулятор И говорю только то, что слышу И можно будет не пользоваться Книжными рекомендациями И не нужно будет Мысль, изреченная из ложь Говорили мудрые Истина или в молчании Или между двух высказываний Двух позиций В парадоксе В книгах много личного вымысла Заинтересованности автора Запутано Много лишних второстепенных условностей Но на самом деле все гораздо проще А есть ли какие-либо правила сбора и приготовления лекарств? Их много Но я пользуюсь немногим, но сильным Когда собирать? Когда растение в соку И когда у тебя хорошее настроение Как собирать? Предварительно спроси в разрешении Как содержать? Лучше просушить в тени И хранить в специальных Шитых своими руками мешочках из полотна Как использовать? Вот тут и сокрыт секретик Траву при заваривании нельзя доводить до полного охлаждения А пить первую девственную силу теплого напитка При повторном нагревании есть материал, но уже нет мастера Силы уже не будет, помни об этом Это важное правило Оно, кстати, относится к любой пище Подогретый повторно борщ Это уже тоже не сила Это набор химических элементов Так же и все остальное Бесполезно питаться охладевшей пищей? Нет, сынок Полезно Только не будет живой силы Сила от остывшей пищи Это сила разложения А между живой и мертвой силой Есть разница Что такое мертвая сила? Это даже не сила А ее недостаток Вакуум Для переваривания мертвой силы Используется твоя сила А уже их взаимодействие дает результат конструктивный Разница в том, что живая сила укрепляет иммунитет А мертвая его ослабляет Понял? А как определять необходимые концентрации? Если ты не совсем глуп То определишь сам И не спрашивая совета Для этого нужно то, что называют чутьем Чуйкой Как видишь, правил немного Важно соглашение с растением И взаимный договор Чуть не забыл Да он подсказал вовремя Береги старые зелени Никогда не выбрасывайте травы Которые просрочены Это может тебя ввести в немилость царя Это подобно тому, как отставляют на поле брани Своих павших сотоварищей Не предав их погребению И поспешив на парадный пир Ты меня понял? И куда их девать? Лучше выкуп отцовиха тварей Использовав остаток их сил Используй Худшее, что допускается Похоронить их в землю Под какое-либо деревце Об этом тоже важно помнить Если ты будешь Выполнять те условия Которых я сейчас тебе рассказал От имени царя С добавкой своего опыта То этого будет предостаточно Чтобы стать хорошим специалистом В области лечения травами А если я все же буду использовать И рецепты общепринятые Если будешь дружить с растениями То это только на пользу И еще вопрос Что будет Если меня растения слушают А пациента моего Они не любят Вопрос уместный Да Такое чаще всего и встречается Ибо тот, кого любят растения Практически ведь не болеет Но и ответ здесь не сложен Растения услышат твою просьбу И помогут даже тому Кто их не любит И излечат Так ли это? Если же он будет И дальше им вредить То они возвратят ему Его болезни В следующий раз Тебе будет сложнее Их уговорить Помочь такому человечку А если вредитель Использует не секрет знахаря И не совет его А книжный рецепт Он ему может навредить Не всегда виден такой вред Но только он есть обязательно Это закон При визите к знахарю Имеет первостепенное значение Благословение мастера И рецепт мастера Будет действенным При его точном выполнении Не проявляя инициативы И не меняя условий Данных знахаря Инициатива Это если что-то изменить в рецепте В совете к знахарям Да Этим можно себе навредить А не только нейтрализовать Действия болезни Почему так? Благодарность Уважение к знахарю Это уважение и царство К тому, кто уважает знахаря А любая внутренняя нечестность Знахарю Очень наказуема Царство растений Наказывает тех Кто обижает Их посланца Знахаря Травника Ну и ну Прямо таки политика Да, это не шутки Это тонкий мир Где все соединено Между собой Нитями сопричастности Потому Никогда и никого Не обижай Ты уже должен знать Что обидишь Не только тело Но и все Что связано С этим телом Нитями сопричастности А какие силы стоят За любой песчинкой Этого мы не всегда Даже более того Почти никогда и не знаем Это боязнь? Нет Это этика И уважение Не надо думать Что мы сильнее Выше всего Все в мире Равнозначно Друг мой Я уже тебе Об этом говорил И ко всему Нужно относиться С уважением Это пока Для тебя Только слова Почему вы так Говорите Дедушка Твое знание Через преграды И промахи Впереди Ведь в постоянной Битве за жизнь И состоит Движение Изменений И время Время Сатурн Что значит Мудрость Как ты уже знаешь Сила в слабости Деяния Через Недеяния Так живут Великие Люди Знаний Орел Воин Это тот Кто на пути К знанию К обретению Самого Себя Редактор субтитров Субтитров Защита Продолжение следует...